всех приветствую на своем канале это видео будет посвящено мастер-классу по приготовлению домашнего дезодоранта в этот раз я буду использовать ну обычно у меня там моей травной группе было на фотках видно что это шариковый дезик в этот раз у меня будет дезик спрей масляный флакончик вот такой на 100 миллилитров но если вы узнали то это от их ваших такой флакончик от их какой-то там туалетной водички в общем обычно использовала 55 миллилитров масло косметического масла основы и уже 55 к нему миллилитров 55 на 55 миллилитров 55 капель масла основного обычно или чайное дерево и если у вас аллергия на чайное дерево как мне писал кто-то в комментариях как-то на моей страничке этой травы вконтакте то можно заменить его маслом розмарина вот или чайное дерево или рассмарин и потом уже 60 капель у меня было стабильно масло шалфея мускатного кстати тут у нас но думаю как раз хватит на этот дезик остатки было роскоши и уже 20 капель масла мяты либо можно было заменить на масло лаванды но уж кому как больше нравится мое животное рвется на кухню но я его убрал высыла потому что но он любит все тут это поцапать было просто мешался немножко в общем обычно я использовала или масло облепихи или масло виноградной косточки в моем случае это масло которое покупала в обычном магазине и в роли еды у меня стоит холодильнике или же масло персика или же в этот раз я буду использовать масло миндаля ну в общем как базовое масло косметическое и я думаю что в этот раз я возьму умножив на 2 потому что у нас 100 миллилитров и я чисто так для себя разработала небольшую такую форму можно же назвать формула до или подсчетами я думаю взять у нас тут вот 100 миллилитров значит 100 миллилитров базового масла потом на них сто сто десять капель чайного дерева я думаю что вообще на может быть это чайную ложку учить делать этого чайного дерева и потом уже да как у меня листочек отрыван черновой такой но другой со стороны он беленький у нас будет сидеть в общем 120 капель либо если дело на 50 миллилитров это 60 капель 120 капель эфирного масла шалфея но думаю тут как раз она будет вообще мне было мысляли покапать или уже просто чайной ложкой закинуть и 40 капель если на шариковый дизик допустим на 55 миллилитров или на 50 миллилитров то обычно я брала 20 капель эфирного масла мяты ну или лаванды в общем начнем я думаю можно не смешивать прямо сюда обычно это доставала шарик такой маленькая лопаточка и туда уже капала и тут у меня кстати есть весы я не знаю видно ли тут все что есть на столе но я надеюсь что все таки видно у меня вообще черновик такой 55 миллилитров умножить на 2 когда-то себе помечала ну и соответственно пометка на то чтобы записать уже этот мастер-класса делите я не знаю надо ли это этот бутырек взвесить на всякий случай кстати вот ручку и забыла на ручку у меня есть на холодильнике все у нас 19 миллилитров либо грамм либо 18 для в общем тут 18 грамм сейчас мы это сюда перельем думаю видно надеюсь надеюсь мне не придется перезаписывать все это уже третий раз пытаюсь перезаписать тут где-то меньше ста миллилитров должно быть потому что я его уже открывала оказывается и куда-то капала сейчас мы узнаем что тут в общем если у нас было 18 грамм и надо взять ручку надеюсь она пишет 18 грамм сама тара тут у нас вышло 110 110 минус 18 что у нас там вот 92 92 миллилитра на 4 грамма кстати сейчас посмотрим на миллилитрах волшебные весы для меня безвложно оказывается течет носик я умудрила где-то простудиться ну по миллилитров у нас вышло 109 то бишь 90 миллилитров у нас тут этого счастья я думаю как раз доделать сейчас то которое у меня было в обзоре пустых баночек тут совсем чуть-чуть ну и в общем это у нас миндальное масло как базовая да косметическое и персиковое масло принципе отсюда вася с углом плясать последние капли остатки было роскоши дешево и сердито что у нас тут вышло вышло у нас тут всего лишь не поверьте всего лишь 3 миллилитра было в общем в общей сложности у нас тут вместе старая на 112 93 миллилитра ладно в общем не 100 миллилитров а 93 ну что где еще что-то брать это ходить специально там у меня осталось только касторовое масло кажется она как-то не совсем кема год но пока его отсюда уберем ну вообще как-то дело шариковый дезик у меня было 57 миллилитров потому что скрещивала одну оливковая не оливковая виноградной косточки с облепихой ну раз у нас вышло 93 миллилитра то сейчас мы сюда закинем 93 миллилитра думаю в принципе можно даже разделить потому что не принципе сами по себе сочетаются заодно узнаю что осталось этого счастья розмарин я можно попробовать на розмарине и они оба пахнут кстати как-то древесно похоже это моя долбиться с чем-то играя чем нам надо закапать 93 капли я будем пробовать все наверное конечно удобнее от чайной ложкой но пока чайной ложкой не экспериментировала сколько там в чайной ложке капель неудобно 28 капель рука трясется но я сегодня слегка простуженная просто я решила что сегодня все таки во первых давно обещала записать во вторых фиг знает как у меня пятницу получше 30 до 30 в общем у нас уже 60 капель в общем 93 капли и обошлись мы в этот раз розмарином масло розмарина но на какую-то разнообразие делать не все же на чайном нет сама себе записываю на всякий случай кстати интересно так пахнет тут еще что-то осталось хватит на следующий раз вообще дезика в 55-60 где-то так миллилитров не хватало на три месяца ну и считается что где-то 3-6 месяцев оно и должно храниться потом оно уже вроде как теряет все свои свойства либо становится вредным или ну в общем не полезным но за три месяца мне его как раз хватало этого шарика я думаю что вообще я хранила дома у себя в комнате ну если вы хотите можете хранить в холодильнике там или в каком-нибудь шкафоне у меня на столе там как-то ему не холодно не жарко было оно нормально такой комнатной температуре было такая желтая водичка через нее кстати камеру совершенно не видно так что у нас сейчас идет ну и шалфей у нас я я уже не помню где этот рецепт нашла потому что года два уже как делаю да вот такой дезик периодически правда сейчас пользуюсь шариковым покупным в общем шалфея должно быть на пять капель больше то бишь где-то у нас должно быть 98 капель шалфея интересно у нас хватит этого шалфея на 98 капель что я собралась собралась а даже не глянула что у меня тут с маслами то так найти бы нормальную дырочку да по ходу дела мне придется это вскрыть ножницами еще чем то может быть ногтем и уже на удачу вылить все что имеется потому что что-то оно как-то отказывается капать остатками былой роскоши вот такая фигня оказывается прикиньте впервые вскрыла баночку этого самого ну в общем будем верить что тут вообще изначально во флакончике 10 миллилитров нет не то чтобы одна десятая часть ну совсем где-то миллиметра два вот так вот чисто если смотреть на флакончик все наверно все таки надо попробовать чайную ложку всем я там нажимала на паузу но зато взяла чайную ложку примерно половина чайной ложки ну с учетом одной капли чем пол чайной ложки на 100 на девяносто три миллилитра кому интересно можете попробовать накапать пол чайной ложки какого-либо эфирного масла и узнаете сколько там капель если чё можете сообщить не в комментариях потом ну и кстати одна пустая баночка еще образовалась даже две теперь мы засунемся вообще мята или лаванду я добавляла как считала одну треть от шалфея то бишь где-то капель 30 я думаю в этот раз раз уж я чайное дерево сменила на розмарин то я добавлю лаванды мят это у меня тоже тут поприличнее но пусть будет разнообразие какой он просто знаете что можно заменить или лаванду или мяту ну и вместе скрестить если захотите будем считать 3 так сколько у нас должно было быть 98 до ну 32 капли где-то ну и 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 капли. Кстати, смотрите, оно поднялось практически в свои 100 миллилитров вылезло. Ну, после обычно я закрывала его и взбалтывала. Спреевский в виде спрея, точнее, я первый раз делаю. Ну, я думаю, разницы особой не должно быть, что спреет шарик, просто шарик удобнее наносить, лично мне. Кстати, уже пахнет прямо через эту прыскалку. Не могу сказать чем, но если все вот это вместе, но мне почему-то оно кажется каким-то таким сосново-древесным, хвойным ароматом. Ну, розмарин же он тоже такой вроде как елочка. Что у нас тут было? Совсем чуть-чуть, 3 миллилитра персикового масла, 90 миллилитров миндального масла, такс, розмарин, как основа такая, ну, сама пота убивающая, забыла просто слово, уж вы меня простите, но я вообще, когда немножко простужена, слегка торможу. Ну, вы в комментах, если что, подпишите. Антисептик вроде как-то, что-то вроде. В общем, основа масел именно дезидорирующая, это розмарин у нас в этот раз был, вообще можете брать чайное дерево. Потом, вкупе к нему шалфей, стабильно так, и уже просто как масло-ароматизатор, забыла сказать, вот именно то, что в самом конце эти несколько капель, там, в моем случае, 32 капли, это или лаванда, или мята. Вообще, в принципе, можно добавить розмарин чисто так вот на аромат, но это не принципиально, но просто вот эти все пятеро вкупе эфирок, и все между собой хорошо, вот так, дезики сочетаются и по частям. В общем, вот такой дезик. Ну, я обычно там клею на скотчике бумажечку, пишу, когда я его сделала, чтобы вот знать, сколько там он еще уже прожил, и сколько ему осталось. Но это уже не принципиально, в принципе. В общем, я не знаю, вот такой, наверное, сумбурный мастер-класс, если вы что-то для себя уловили, то я рада. Но я надеюсь, выполнила запросы, как мне у двух человек. В общем, спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!